Доброе утро, мои дорогие. Сегодня вот такое мокрое утро. Холодное и мокрое. Села сейчас читать комментарии. Два дня вообще не читала и не до этого было. Какие же вы у меня, вот девчонки, ну золотые, правда. И столько советов понаписали, и столько вот доброго. Зайчики мои, спасибо вам огромное. Спасибо, мои дорогие. Ой, что пить, и как, чего делать. Ой, я понимаю, люди, которые на своей шкуре, как говорится, испытали это дело, они лучше знают, чем многие врачи. Вот, и ещё, значит, забыла. Ой, забыла-ка. Вот только встану из-за стола, забыла, кто мне писал, что в Инстаграме мало работ. Ой, девочки. Я туда даже зайти не могу. Я когда была в Питере, мы как-то этот момент упустили с Сашей. Вот, и сейчас мне нужно, ну, бог даст, если всё будет нормально, я буду в Питере, я с этим разберусь. Это, в общем, всё на Сашке, а у неё тоже, ну, времени-то нету. Ну, и работает теперь ребёнок этот чернявый. Вот, и, в общем, да, туго всё идёт. Ну, сделаем. Я ей сегодня напишу. Она там, наверное, расслабилась, знает, что мать зайти не может посмотреть, что там происходит. Вот, так что, мои золотые, ещё раз вам спасибо огромное. Всё выпишу и буду следовать инструкциям. Спасибо, девочки. Ой, я пойду таблетки пить. Вот такая пучина морская получилась у меня. Этот сатуар длиной метр сорок. Всё, как я люблю. Разная фурнитура, разные бусины. Примерно одного оттенка. Ну, в смысле, наоборот. Цвет один, но оттенки немножко разные. И вот такая вот рыбина. Вот. Можно делать второй ряд покороче. Тогда они будут длиннее. Они без застёжки, потому что и так очень длинные. Вот такая вот красота. Ой, девчонки. Дней десять я пыталась сделать оттиск вот из такой формы. Вот такой. Это я мыло когда-то варила. Вот. Вот что у меня получилось. Дней десять, потому что это нужно заливать. Потом, когда высохнет, сохнет долго. В общем, короче говоря, она получается неровная, потому что в ней то пузырь какой-то вздуется, то ещё что-то. В общем, короче, в глубокие молды лучше ПВА не заливать. Потому что очень долго и не всё получается. Вот это вот у неё в руках корзиночка, то есть должны быть тут такие тоненькие две штучки. Они у меня не вышли. Так что можно, конечно, но запарно и неровная поверхность с какими-то ямками. Овчинка выделки не стоит. В мелкие, да, хорошо залил. Там на следующий день ещё залил. Там ещё раз залил. Ну и за три дня у вас получается оттиск. Вот видите, он получается вот такой тоненький, резной. его можно клеить на тот же ПВА. Он мягкий. Его можно на округлую форму на какую-то приклеить. Вот это мне понравилось, да. А вот толстые, не-не-не. И запарно, и неровно выходит. Ну, это всё мои эксперименты. Я просто с вами делюсь. Мало ли, может, кому-то понадобится. Вот. А потом вот его приклеить и покрасить. Ну, вот. Вот так вот мои эксперименты. Ой, мои хорошие. Сижу, режу. Всякое у меня тут. Вон даже Саша, внука, носки пошли в дело. Потерялись по одному носку. Вот я всё это дело тут сижу, режу. Потому что хочу коврик сшить. А на коврик нужно много. Этого мало. Просто у меня ещё есть нарезанные. Я потом их принесу. Вот. Так что вот, начну коврик сшить. Ну, что, дело хорошее. Я говорю, мне в своём доме очень удобно. Потом машинку их кинул, постирал. И всё. А грязи меньше в дом тащится. Правда ведь? Да и просто так. Чё выбрасывать? Я не люблю выбрасывать вещи. Я люблю всему давать вторую жизнь. Почему собственные банки декорирую и занимаюсь всяким. Для других людей это ерунда, может быть. Ну, вон какая баночка получилась. Из ничего. Ещё вот надо сделать крышечку. И будет ещё одна баночка под всякую мелочёбку. Я не знаю, как у вас. У меня мелочёбки. Вёдрами. Ну, ладно. Буду начинать шить. Потом вам покажу. Что, мои дорогие, только... Вон, смотрю, Люба саранчу. Только достала из чего сделать основу для коврика. И вырубили свет. О, не могу. Не могу. Что, Любашка? Как можно так жить? Меня это просто, вот, знаете, выводит из себя. Вот это. Ещё звонят и говорят. А почему вы так много взяли киловатт? В смысле взяли? Это мне у ЦРСа звонили тут на днях. Я много взяла киловатт. Вот для меня даже этот вопрос непонятен, блин. А ничего, что я плачу за эти киловатты? Как будто я вот так взяла... Ну, да, вот вопрос сам по себе. Я и говорю, у меня отопление электрическое. А-а-а... В общем, короче говоря. Опять что, хоть что и делай. Ой, какие окна грязные. И сама я не причёсанная. Так что вот так опять. Вот что делать? Идти на улицу убираться. Холодно. Сыро. У меня сегодня и так грустный день. Сегодня день рождения моей Алинки. Ну, говорят, ушедшим не справляют дни рождения. Это так, память только осталась об этом дня, да? Грустно. Ну, завтра зато будет 10 лет Кирочке, внучке моей, которая в Болгарии живёт. 10 лет. Буду поздравлять её завтра. Ой. Нарезала я кусочков для коврика. Нашла вот такие. Были у меня из мебельного... Не знаю, как он флок называется. Или как. Сшиты были из кусочков вот такие. Даже не знаю, как их назвать. Для чего-то лежали. Я решила пустить их на коврике. Только-только надумала. Выключили свет. И вот я теперь тут вот в полутьме нарезала вот 70 на 40. Ну, это великоватый, наверное. Ну, ладно. Сошию. Там видно будет. Вот у меня их получилось две штуки. Если большой будет, то следующий обрежу поменьше. Вот. Ну, теперь буду ждать, когда свет дадут. И есть у меня две вот таких... Даже не знаю, как назвать. Это были тапочки. Но тапочки сами износились. Я их выбросила. Я их выбросила. А верхушки вот эти вырезала. Вот. Я люблю, чтобы коврики были не просто, а ещё и с каким-нибудь украшением. Ну, что, полтора часа я промучилась. Потом решила Леночке позвонить, приятельнице своей. Она мне говорит, Люба, писали в газете, что это самое... В общем, 25 и 26 на весь день свет отключают. Где-то там в Красносельском что-то ремонтируют. А у нас, значит, это хрен знает где от нас. А у нас нет света. Вот так. Сегодня и завтра главное. Ну и что вот. Пыталась растопить печку. Надо же эти нарезать. Ну, чтобы растапливать. А я не могу нагнуться. Мне больно. Плюнула. Сейчас поем чего-нибудь. Благо газ горит. И лягу. И до вечера буду спать. Опять попутаю день с ночью. Ну, а что делать-то? На улице нет настроения ковыряться. А дома ни интернета, ни света, ни воды. Ой, да что ж такое-то? Вот вы мне пишите, что я приезжаю там в Мурманск, или в Питер, или в Москву. И у меня даже голос меняется. Да потому что жизнь меняется, милые. Ну, а тут, ну какой позитив, а? Ну, какой может быть позитив? Ладно. Все равно изменить я ничего не могу. Поэтому, что, нервы трепать. Встретимся вечером. В процессе работы я поменяла вот на такого мальчика хорошего, веселого. На буду. Сейчас покрашу. Мои дорогие. Проснулась от того, что у меня свет в глаза. У меня свет не выключала. У меня прям в глаза свет. Я быстрее подскочила доделывать коробочку, которую я ее начала делать. Ну, пока еще, как сказать-то, пока еще дом совсем не выстудился. А так светло было. Вот я начала делать коробочку. И сейчас скачила. А еще холодно. Еще батареи холодные. Больно мне хотелось доделать. Обычная коробочка. Обычная коробочка от телефона. Я ее покрасила молотковой краской. Я так люблю эту молотковую краску. Ну, вообще всех цветов. Очень она мне... Ай! Очень она мне нравится. О как! О как! Как будто тут и было. Это у меня донышко. Я внутри ее не стала красить. Сейчас. Крышечка у меня готова. Холодно. Ну, вот. Ну. Ну, милота ведь, господи. А дело-то всего. Покрасить краской коробочку и вот эти вот наклеечки в фикс-прайсе с Парижем. Ну. Ну. Ну, и тут вот. Вот так, мои дорогие. Вот такая баночка у меня получилась. Ну, прелесть. Я сначала хотела сделать черную крышку, а потом решила, думаю, нет. Пусть он будет. Он такой... Он такой лучезарный, такой... Ой. Такой, как медный памятник. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. И будем вместе с вами декорировать. Все подряд. Это же огромное удовольствие. Не выбросить на помойку, а сделать симпатичную вещь. Ну, правда же. Ну, до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Ну, что, вот такая баночка у меня получилась. Вот такой смеющийся Будда. Вот такая прелесть. Сейчас поставлю его на полочку с другими баночками. Вот так. Выстроились в рядок. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой магазин в Инстаграме. Пожалуйста. Что-то очень медленно там все продвигается у меня. Ну, и будем вместе с вами творить. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok